друзья всем привет на самом деле хочу поговорить о разном потому что сейчас я буду добираться до тренировки и до места до куда мне надо долго это очевидно совершенно потому что у нас как всегда когда начинается зима начинается ремонт дорог я думаю что бы они делали если бы зима была бы снежная вот уже второй год с дороги ремонтировать начинают тогда когда наступают самые настоящий момент такие крепкие морозы в прошлом году дождались само того же это технология что ли такая ждут пока все вымерзнет чтобы начать что-то делать нет я вообще этого просто решительно не понимаю но но пробки я сейчас до тренировки я знаю что я буду добираться больше часа так ну вот и по поводу со тренировок на улице в морозы зимой да наверное за тривиальная тема и каждый кто в этот эфир и сами посмотрит скажет само собой конечно да безусловно надо все такое но самое главное это всегда задавать себе лично честный вопрос а делаю ли я это и делаю ли я это часто вот я вам хочу сказать ну просто нет я ни в коем случае не хочу себя так вот сказать вот а я вот делаю нет я просто хочу поделиться своими впечатлениями я за что я не всегда занимался на улице зимой я вообще не всегда занимался на улице долгие годы я тренировался исключительно в залах ну или ездил летом на какие-то гашаку и мы тренировались на улице где проводили сами семинары и серьезно заниматься на улице имеется ввиду боевыми искусствами не то что на турничках поболтаться это этим-то я всю жизнь занимался самого детства значит искусствами боевыми на улице стал заниматься когда переехал жить за город в коттедж вот здесь у меня и лес рядом и парк и стадион и свою площадку я сделал собственную смотрите спортивную очень короче говоря где заниматься есть на любой на вкус хочешь на снарядах и на тренажерах хочешь в лесу в первозданной природе хочешь как хочешь и хочу сказать что мы и мнение очень сильно поменялось к тому же это совпало с тем временем когда я стал активно протек практиковать ммэй ну и вообще синтезировать между собой направление и извините меня пожалуйста конечно коллеги по цеху карате я честно говоря понял что мы сейчас будем и про зиму говорить что зима в аспекте таком как работают в классическом карате шутокан вносит очень серьезные коррективы я не говорю что ничего что что-то не работает нет но корректировки очень существенные требуются и прежде всего это касается базовых стоек все длинные стойки должны превратиться в очень короткие просто не просто короткие а в настолько короткие что это практически ну самое широкое это мото дачи вот прямо вот самое широкое здесь удобная самая хорошая стойка для работы зимой вот здесь наверное это бальзам будет на сам сердце адептов кокеновских направлений сам старых это санчин вот для зимы годится стойка санчин тогда когда у вас ноги разъезжаются в сторону на льду на зимнике вот лучше этой стойки придумать что-либо нельзя потому что все остальное тут же чревато либо потери самих баланса а проскальзыванием падением подсечки зимой выполняются просто на ура это вообще есть единственный только важный момент но я сейчас так немножко буду сумбурить и сам скакать момент заключается в том что тот кто подсечку выполняет желательно должен оппонента своего рукой захватить дабы использовать его ну как некие перила для того чтобы удобно чтобы удобно этот прием не проводить потому что случае промаха а промах без захвата значит увеличивается его шанс в разы будет обязательно свои падение потеря баланса причем чем сильнее выполняется техника и вот здесь как раз очень интересный момент касаемый карате не работает нифига штука которая называется икинхисатсу то есть она работает безусловно в одном аспекте только если вы оппоненту нанесете внезапный неожиданный удар из-под кишка и поразить его а вот если у вас идет открытое противостояние то пытаться противника поразить одним мощнейшим ударом зимой на скользкой поверхности не стоит потому что это тоже очень чревато потери зимой баланса даже если вы попадете на противник хотя бы малейшим способом санивелирует вашу вернее отрикошетит вашу скажем так атаку каким-то легким блоком уклоном и вы его царапните что называется ударом пусть даже сильно заденете но не получите что называется перпендикуляра в ударе вы соскользнете и потеряете баланс непременно вот как это не странно но зимой надо с противником это мое мнение им хо я не настаиваю чтобы его принимали а если дошло время и дело до открытого противостояния с ним надо боксировать ну что я подразумеваю под боксированием то есть настраиваться на то что его надо переиграть то есть да несмотря на то что стойка короткая несмотря на то что у вас ограничена динамика и скорость перемещений вы не можете скакать и там прыгать в сторону делать очень сильные этой собаки ну перемещение в сторону и свои маневры тем не менее мы его должны именно перри боксировать то есть в этом плане наверное имеет шанс на успех такая штука например как винчунь когда стоя на одном месте можно перекрывая среднюю линию довольно эффективно защищаться от прямых атак противника ну как бы направленных в преимущественно верхнюю часть тела и голову но здесь тоже самое очень хорошо подходит бокс с его уклонами и нырками потому что в основном зимой атаку очень удобно вести в голову да и конечно голову легко защищать такими способами защиты как уклоны и нырки а также локтевой защиты но если мы работаем техниками которые подразумевают в том числе удары руками и ногами надо понимать что на коротке опять же довольно серьезно сокращается аспект удары на ударов с ногами таких как длинные техники такие как маваши гири длинные лоу кики и там вступают в боже локти колени ну коли преимущественно а также различные низкие удары по ногам по типу стоппингов удары в колено опускающие удары на стопу вот фумикира разного рода когда идет самге захват вот то есть понимаете вот очень хорошо представлять все противника хотя сейчас мало кто ходит таким образом но тем не менее когда дел до зимы доходит одеваемся там все равно достаточной степени тепло как выглядит самге противника как выглядит его зоны поражения наиболее хорошие и он удобные это голова который роги раскрыта даже если на ней надета какая-то шапка иногда это шея но и не всегда потому что может быть высокий воротник и шарф так что эти голова больше и ноги ноги от середины бедра и до стоп ну или от колена и до стоп то есть это фактически можно бить ударами по голени если у вас хорошую обувь можете бить прямо пыром рантом обуви пяткой и так далее вот эти собственно говоря зоны с поражение этих зон не требует большой дистанции не требуют и поэтому позволяет вести бой достаточно короткой стойки вы можете спокойно стоять на дистанции противника далеко и ждать пока он собственно говоря до вас сам не подойдет если он попытается вас атаковать издалека то понимаете его если быстро надо ворваться на дистанцию чтобы бить ему придется сделать достаточно длинный шаг достаточно длинный выпад это будет или аюми аши либо юри аши либо цуги мая какой-то шаг очень короче говоря в любом случае зимой вот я сейчас просто еду по дороге вот у меня внедорожник ну не внедорожник давайте не буду я так это за кроссовер у меня у меня значит полный пивочек подключен это я трогаюсь меня подключается полный привод но дорога настолько скользкая что я слышу что я какие-то доли секунды все-таки проскальзываю если пытаюсь тронуться быстро вот я прям чувствую ну там сажу включается начните пробуксовка и дальше все уже нормально вот а вот машины которые я вижу едут на переднем приводе на заднем особенно там отечественной машины все они начинают это юзить даже особенно задним приводом и вот здесь то же самое противник стартуя издалека во первых он если делает резкий рывок он пробуксовывает во вторых ставим ногу в опору для того чтобы нанести удар если он выпад перед ноги делает он должен погасить свое самое движение а тело движется же по инерции а скользко у него тело может проскользнуть и вам достаточно только ему помочь как помочь чуть-чуть отклониться здесь работает очень хороша та система как вот ну представьте детство свое наверняка все были в пионерском лагере и участвовали в таком как бы конкурсе битва на бревне когда два человека становится на бревно или в этом называли бум на буме становятся на бревно и я не говорю про подушки там какие-то молоты мягкие просто сталкивали друг друга руками кто первый падал то есть иногда мы засчитывали что обязательно упасть должен это первый и значит выиграл если кто второй падает уже вине кто первый упал тот самый проиграл кто второй тут выиграл но наиболее чистой победой все-таки засчитывалось то когда один оставался на бревне это как ипона условно говоря знаете иногда мы даже действуют им не было такого правила мы не знали что такое шоботом ипона условно говоря но если противник падал и ты падал след за ним то тебе в азаре условия засчитывался пусть один балл и ты опять лезли на бревно и так надо было заработать очко то значит сам цель если ты сталкивал его еще один раз если за ним падал ты выигрывал вот ну или оставался на бревне он падал ты выиграл если же тут те ну как удавалось столкнуть его сразу а ты сам остался на бревне стоять значит эта победа чистая была за раз сип он фактически вот здесь тоже самое это наиболее эффективный тип защиты был самый надежный не не толкнуть противника а заставить его промахнуться а потом немножечко просто подтолкнуть то есть если вы с противником начинали толкаться вы друг от друга скажем так опирались сбалансировали и могли толкаться достаточно долго если вам удавалось друг друга захватить то вы как правило падали оба тоже ну кто-то падал раньше и поэтому кто-то значит зарабатывал очко свое но почти всегда чистая победа достигалась прежде всего именно тем что если противник вас толкает вы пропустили его мимо себя он промахнулся потерял свои балансы вам достаточно просто ничего не делать иногда и он упадет либо просто дальше его тихонечко тихонечко подтолкнуть даже не сильно просто тихонечко быстро щелк по плечу легко легко и этого достаточно было чтобы он потерял свой баланс и упал вот то же самое работает на зимнике и зимой потеря баланса происходит на скользком почему я так о скользком активно заговорил да потому что смотрите какая выдалась сам зима сейчас я веду персональные тренировки на улице но я всегда их веду на улице вернее я всегда веду персональные тренировки на улице хоть зимой хоть летом то есть есть люди как у меня которые в зал ходят заниматься ко мне а есть которые занимаются стрит-файтом они занимаются на улице и зимой и летом то есть в том в чем обычно ходят то есть обувь та же самая одежда та же самая куртка пуховик штаны шузы такие как это конкретно тяжел если ты сам зима и так далее ну вот и мы в этом самки работаем так вот сейчас снега выпало мало и все обледенело нахрен вообще ну обледенело нет самки плохого слова а над словом лед да и смысл имеет то что покрылась и льдом а не надоело вот иначе короче говоря даже реки все и озера превратились в чистые катки это удивительная тема потому что такое бывает на самом деле не часто стоит час выпасть сам снегу а еще потом не дай бог будет оттепель какая-то и все и льда мы чистого не увидим а сейчас люди катаются по речкам по замерзшим на коньках просто красота вообще лед самки прозрачный уже сантиметров кое-где по 30 толщиной уже на машине можно запросто ездить и и он абсолютно прозрачный настолько что видно как подо льдом рыба плавает и скользко и вот таким же льдом только тоненьким тоненьким смогли покрыты все дороги где-то люди натоптали где-то под горочку где-то бугорки и вот этим и микро проскальзывание людей они только усугубляют эту тему она все натаптывается на таптывается накатывается накатывается и получается вот эти скользкие вещи и очень просто себя протестировать выйдя на улицу просто попробуйте провести бой с тенью это кто занимается боксом кикбоксингом там тайским боксом попробуйте поработать и сразу поймете что такое высокие удары ногами зимой или длинные удары ногами что такое длинные в этом удары руками если вы пытаетесь их сделать в перемещениях каких-то таких ну а для каратек я хочу сказать выйдите на хороший но тут оптанный зимник вот или на дорогу на скользкую просто сделайте ката элементарно хотя бы группу вот вообще группы 3 йогу прям 3 йогу шудан ну или ката группы хиан потому что как это ни странно я был просто удивлен но из моих знакомых многих очень кто практикует шото кан и фудо кан карате и не являются самки тренерами за долгие годы они уже забыли что такое ката группы 3 йогу это вообще то есть просто алис в них это путаются это который из них самки который ну вот это вообще конечно это плохо причем при всем при этом они говорят что мы там адепты карате такие что как сдец ну вот и карат и и ката в карате это прямо все это наше все вот так вот сделайте ката запишите видео ну знаете если у вас повышенное какое-то чувство гордости запишите вы просто для себя сделайте работу над ошибками анализ и поймите что собственно говоря не дало вам сделать как-то хорошо а если вы человек адекватный и вам интересно это все вы хотите как-то другим это показать может быть немножко посмеяться над собой выложите это видео в группе как вы делали ката на улице ну конечно я говорю она по-разному воде то очень сам скользко где-то нет где-то может и это получится но в любом случае длинные стойки зимой не выйдут если мы не по ряду причин я скажу вам даже вот такую вещь что вот сейчас это голый лед с голые дороги потом настанет такой самый момент что выпадет сам снег и опять в длинных стойках работать будет неудобно почему а потому что вот вы представьте что если снег толщиной там ну 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 выше щиколотки например вот так вот выше щиколотки снег и вы стоите в длинной стойке зинкутс удачи и вы хотите в этой стойке зинкутс удачи сделать еще один шаг опять зинкутс удачи нам надо ногу выдернуть поднять ее над снегом сделать шаг и опять опустить получится так грубейшая скажем так ошибка которую ну вообще считают просто грубой нога то должна как бы кончиками пальцев которые движется скользить а лучше даже не кончиками пальцев а лучше даже всей самой подушечкой стопы а лучше даже вообще чуть ли не вся по поверхности как бы соприкасаться шуршать мы учим так учеников но вот вы этого не сделаете это не получится и будет грубая ошибка будут такие топчущие шаги когда нога поднимается высоко потом она плюхается вниз и только высокая стойка позволит маленькими такими перемещениями прямо в этом снегу сдвигая немножко этот снег там на два на три сантиметра если это не жесткий какой-то у нас там такой дел такие но перетаптывание и сработать в определенном скажем вот аспекте в общем короче пересмотр техники карате очень существенно понадобится для тех кто работает в тех направлениях где стойки в карате длинные не уж конечно совсем ни хрена не работает то что мне очень сильно нравится мне очень нравится техника вкф карате я вам честно скажу как бы меня и не ругали не винили не те кто занимается тайским боксом ммэй там и всем прочим как бы меня и не ругали адепты традиционного карате которые с вкф овцами вообще на ножах считают что те не карате занимаются а черти чем я хочу сказать что техника вкф мне очень нравится мне нравятся методы подготовки мне нравится скорость дриблинг маневренность очень нравится сила большая быстрота перемещений я офигеваю только они это все делают если на всю динамику на стратегию и тактику перемещение их их боя наложить все богатство техники карате которые возможно вне рамок соревнований то вообще бойцы практически на твердой поверхности на ровной будут для адептов традиционного карате практически непобедимыми вот скорости не хватит понимаете скорости не хватит ловкости не хватит много чего не хватит чтобы совладать с такими товарищами это понимаете это все равно что человек который умеет стрелять из пистолета из кольта очень быстро то есть было в свое время и не знаю на на national то что там geografic или где-то еще потому что сейчас есть какая-то передача про на оружие и там показывали как сейчас запомнил меня очень большое впечатление произвело человек который стреляет вот он по ковбойски тогда с бедра у него эта камура висит на бедре он выхватывает с пистолет не пистолет а ну кольт короче выхватывает взводит курок другой рукой делает выстрел или не один даже или вообще разряжает барабан весь причем делает это с такой скоростью что если он делает один единственный выстрел то камера которая 24 кадра в секунду она не схватывает даже момента выстрела то есть он выхватывает пистолет от бедра делает выстрел и убирает обратно в вакобуру его с такой скоростью что практически это глазу незаметно и попадает до когда на скорость просто немыслимая если кто-то этого не видел ну я вам описать эту скорость и не могу вы все равно не поверите мне на слово это надо просто видеть я бы и сам бы не поверил если бы мне говорили что даже я со всей своей ну реакции а я считаю что у меня реакция очень хорошие я быстрый я очень много вижу как мне кажется иногда того мы это вот это мы вот обсуждаем иногда задом сдаёт что делает фильмы там или что-то я там успеваю сам заметить говорю там был два удара один там в голову другой в горло треть по ноге был удар когда мы по ноге не видели бы вот был там удар по ноге или или что-то еще или это было вот так и так и так или как произошло что-то я говорю вот я вот это увидел вы потом опять это сам заметно пересматриваем да так и есть ну так вот я хочу сказать что его я бы не успел сам не среагировать предположим нам бы просто чтобы даже дернуться ну может быть вздрогнул бы только это был бы максимум то есть он руку с пистолетом на бедро выводит так быстро что я предположим за это время точно бы не успел бы даже и состоянии полной готовности сделать удары смытьки просто разогнуть сам руку вот так от головы уже стоя вот понимаете да идею вот в общем короче говоря как бы такая тема скорость просто фантастическая мгновенно ну и вот представьте что вы с таким человеком стоите у вас на бедре пистолет вы даже можете взяться за рукоятку за его вы даже можете положить на курок палец вам достаточно просто выдернуть его из кабуры и тут же выстрелить а он стоит у него руки внизу висят и все вот как обычно и вы можете сам стрелять либо по команде там пип и вы можете стрелять я вас уверяю вы не успеете не то что вытащите руку искай ну кабуры с пистолетом вы даже дернуть не успеете он уже застрелит вас у него с пистолет уже в ну кабуре будет обратно я уж не говорю про тот сам вариант когда вы можете стрелять тогда когда захотите как это было там быстрый мертвый фильм да когда стоят люди и они сами решают ну там они по правда там это часы били на ратуши но вот так вот когда стоят два ну в фильме профессионал например когда с розеном сам стрелялся с мыгел ну главный герой жанна поле бельмандо когда стали два человека друг напротив друга и они сами решают когда сами стрелять любой делает сам старт и они состреляют все там шансов просто ноль вот для меня точно так же выглядит бой условно говоря в кфовца с адептом ортодоксального или или традиционного каратэ который никогда там не спарринговал например и не не работал с противниками которые просто резки как самый понос в свободном бою с ними не работал когда любая дистанция когда момент атаки может быть абсолютно любой когда не обусловлена техника когда не говорится сейчас мы поработаем вот это а вот сейчас мы поработаем вот это я буду делать вот это а ты поработаешь вот это либо я вот это а его не а ты на выбор вот это и вот это как бы как будто бы полу свободно и получается тема на самом деле она абсолютно обдуманно продуманно прямо до безобразия поэтому я хочу сказать что в подготовке бойца спортсменов вкф который работает гео куцки там ура малаши и малаши герри ну это как основная гео соми база ну еще кинзамиски и по и только потом что-нибудь еще там остальное больше свободы в поединке чем у традиционщика который нам отрабатывает джу ипон кумитэ кихон ипон кумитэ и даже какой-то там полусвободный там обусловленный поединок со всем самим не богатством техники потому что свобода поединка она прежде всего заключу заключается не в богатстве применяемых техник хотя это конечно безусловно важно когда ты можешь ударить и пальцем и согнутой костяшкой пальцы и бром ладони и и тейша ударить там или еще чем-то но там все здорово конечно когда у тебя такой богатый там арсенал оружия вот это здорово это просто офигенно секунду но самое главное это не этот арсенал а это главное насколько ты в динамике можешь и из этого там оружия ну стрелять предположим тот же вкф овец у него вот их можно сам сравнить так вкф овец это человек у которого есть предположим полуавтоматическая винтовка которая делает по одному выстрелу даже пусть пам-пам вот как вот пальцем быстро нажимаешь вот так вот можно на и быстро сам не стрелять а вот предположим один и тот же выстрел у него это гиакуцкий условно говоря или кизамецкий или там ура-мава-шигери все очень как бы бедный набор сам и техник ну предположим как будто мало их а традиционщик этот обвешенный такой это спецназа из у него есть гранаты там всякие ножи пистолеты разные эти глок дизерт игл какой-то висит там узи где-то привязанным помповое ружье в руках там еще то еще что-то штурмовая винтовка вот и вот они встали друг напротив другу но один виртуозно пользуется со своей полу автоматической винтовкой может стрелять перекатываясь из-за препятствия подпрыгивая в прыжке в полете отскакивая и каждый раз он попадает а у того все это есть то есть огромный арсенал убийственного есть оружие который он тренировал на полигоне то есть из окопа кидал там пытался попадать по неподвижному профилю танка гс гранатой и все такое прочее то есть оружие все если она попа если она попадет по цели там все ничего не останется вопрос только в том что не получается понимаете когда противник начинает скакать и прыгать петь плясать ногами дрыгать не работает как бы нифига ничего вот в этом собственно говоря и разница вся то есть иногда достаточно одного лишь оружия и быть с этим оружием можно гораздо более виртуозным и вести более свободный поединок и более динамичный бой чем обвешанную не знаю всеми видами там оружие какие только есть именно поэтому я хочу сказать вам очень часто в играх таких как страйкбол в пинбол спортсмены пинболисты они побеждают вообще кадровых сам и вояк или спецназовцев каких-то которые реально проходили через какие-то там вот боевые точки горячие вообще воевали по-настоящему а приходят они на пинбольный полигон и буквально их там за там за пять минут сам где расстреливается какие команды пинболистов я хочу сказать если эти пинболисты просто пройдут определенную психологическую подготовку им за место пинбольного дать оружие оружие настоящие они точно так же легко разделываются мне под орех этих сам и вояк почему ну потому что у них сама техника стратегия тактика легкость динамика на то на точно в эксперименте и в свободном в свободном как если это поединке да он у них учебные да они не убивают друг друга они по другу попадаются дофига и они остаются при этом живы это как раз есть те самые правила которые вот ограничения типа бесконтактные бои или семиконтактные в которых не наносится с фатальной смут ущерб но тем не менее человек нарабатывает реальные навыки с реальными ну кростями в реальных условиях а бойцы которые проходят настоящую сам и подготовку они бегают по полигонам в определенных условиях да это могут быть тяжелые полигоны там в грязи ползти там надо перепрыгивать там что-то лезть на веревках и все такое прочее а реальный бой где они реально тренируют свои боевые навыки это самый настоящий реальный бой они не так часто проводят эти изм реальные бои и риск ошибки там настолько велик что они и не могут себе позволить во время этого реального боя какие-нибудь эксперименты тактического плана стратегического плана и поэтому у них конечно богатство их арсенала тактического в плане перемещений в плане и различного рода и видение вот такого но стрельбы тактической по мишеням а по реальным быстро движущимся которые будут мешают которые сами стреляются в ответ нету вот это очень все похоже на карате спортивная и боевое оставить ну традиционные и дартоксальные которые говорят если мы попадем то значит убьем верю попали значит убили вопрос только в том что не попали вот и все а спортсмену достаточно просто дать оружие дать ему поработать на макеваре закалить ему кулаки и он своим этим это гиакуцки с огромной скоростью влитая будет сам не побеждать но я очень она отклонился сейчас от темы по поводу зимних самки тренировок так вот в кайфовская фишка с длинными стойками большими скоростными выходами с огромной самки дистанции с их урма вашей гири по башке на отходе не с не работает зимой вообще от слова совсем я вот прямо уверяю то есть это все чревато падениями то есть все что будет делаться будет как правило сопровождаться собственным же падением и потери самки баланса даже при попадании по мишени по противнику вот так это работает в общем короче говоря это все хреново работает и вот здесь вот я хочу сказать что уже больше больше я как бы тема могла бы в приоритет уйти бы на тайский бокс без без высоких ударов сам ногами то есть лупить там лоу-кики и все такое прочее но опять же на более короткой самки дистанции когда включаются колени и локти но что плохо для тренировки зимой вот с этими лоу-киками и совсем прочим любой промах мощным ударом а в тайском боксе бьют очень мощно любой промах удар ногой чреват обязательно потерей баланса по скальзыванием и падением любой клинч тайского бокса со скрутками захватами без твердой но то пор и собственной как правило тоже приводит к тому что будут падать оба поэтому здесь вот и я просто по практике по опыту собственному говорю работает лучше всего бокс то есть я вам уже говорил что на льду лучше всего именно настраиваться не на тотальные поражения над ним ударом а на боксирование на переигрывание и четкое попадание ударом причем не с вложением всей массы тела в удар а именно хлестким ударом за рукой по бороде по шее ну и можно подключать еще пинки ночи ногами по голени и топчущие в стопу но это дело второе вот это работает довольно хорошо то есть центр тяжести практически не смещается вся сила достигается с помощью раскручивания плечевого пояса и бедер никаких поступательных движений хара нет чтобы не гасить инерцию сам собственную и тогда это дело получается более-менее хорошо вот но второй момент я что делать если все таки получилось в захват уйти ну вот понимаете вот мы к тому пояс мы приходим а для чего нужна борьба а вот она для того и и нужна что помните как я рассказывал сами про бум падают оба только один падает первый когда сталкиваются на бревне а другой следом за ним кто упал первый тот и проиграл вот фактически на льду если дело до борьбы доходит то ситуация ну может выглядеть примерно подобным образом примерно подобным образом то есть идет позиционная борьба кто окажется сверху я конечно понимаю что современная бразильская джиу-джитсу показала что положение снизу может быть не просто каким-то пассивно защищающимся но может быть активно там атакующим то есть можно там атаковать из положения лёжа на спине но я на открытом самопространстве на льду если вы упали это сработает вероятно но если вы упали в глубокий снег оказаться внизу будет не очень хорошо когда вы будете лежать как в каком-то с вами корыте и не будете иметь сам и возможности перекатиться сами прокрутиться когда снег вокруг вас будет это будет не очень хорошо я вас уверяю мы такую практику тоже сами проходили крайне неприятно так упасть в глубокий снег когда на тебя еще сам сверху навалился противник у нас в этот снег утопит просто возникает ощущение очень сходное тому что вас действительно топят под водой вы сразу попадаете в очень ограниченные пространства но я к тому веду речь что если что зимой падение в обмене там ударами в стычке какой-то в стрит боксе в стритфайте очень велика вероятность что вы оба окажетесь на земле и вот тут конечно бороться уметь надо потому что понимаете ну что для вам ударника важно если он упал сам геноземлю с борцом мы пытаться как можно быстрее встать чтобы вернуться в свое положение в котором находятся ключевые компетенции его ну а вот представляете вот а на льду у вас не получится быстро встать и быстро выскочить вас просто борец будет постоянно подгребать под себя он-то готов распластанный ползать там как говорится с вами по льду захватывая ваши ноги вы к этому не готовы и поэтому какие-то элементы борьбы и стритфайтинга когда вы в борьбе можете применять какие-то техники которые для борьбы не характерны различного рода надавливания на глаза на горло на пах вот это вот надо конечно уметь обязательно делать но вы никогда эти техники не примените если вы не понимаете что с вами будет делать в партере борец я много раз об этом с вами не говорил что как ситуация может выглядеть даже если вы ударник даже если вы бороться не собираетесь вы должны борьбу знать хотя бы в рамках того что с вами борец будет делать на ковре если он оказался сверху если он оказался снизу под вами и у вас должна быть определенной стратегии и тактика вашего поведения учитывая то что вы не умеете бороться или боретесь намного хуже то есть вы должны делать что-то то к чему он не готов ну вы об этом и речь обычно всегда там идет а вот мы там будем там глаза хватать там да безусловно это может я говорю этому это сработает только при одном условии при одном единстве если вы понимаете что в это время будет делать сам и борец потому что пока вы соподобитесь ему там замки до горла долезть чтобы куда-то нажать или захватить его за яйца он уже открутит вам ногу понимаете или задушит вас или сломает руку если вы не понимаете как от этого защищаться и как одновременно с этим пока он делает если у вас на это время нет ли у вас на то время вы можете оценить там как шахматы то есть понимаете если кто-то захватил там инициативу и выиграл темп он каждым своим ходом сам не провоцирует оппонента делать конкретно какое-то действие которое выгодно именно ему тому кто захватил этот темп и вот тут нужно понимать будет ли у вас если вас атакуют в этом самом самом моменте такой шанс где вы сможете предположим засунуть свой палец ему в глаз это надо к чему он не готов условно говоря потому что может этого не работа вот скорее всего вот надо понимать если вы атакуете первые вы должны понимать что как каким ответным ходом сделает он если мы предположим куда-то полезли и сами вытянули ему руку разогнули так что он сможет ее захватить или вытянули ногу или встали таким образом что он вас за ногу сам захватил и быстро перевел там на рычаг и сам где колено или на скручивание пятки вот вам вы должны прекрасно понимать эти шахматы чтобы понимать где в этих шахматах сделать что-то не по правилам понимаете вот потому что конечно у вас не получится всю все фигуры вот так движением самой руки смахнуть шахматные самги доски но сделать какой-то неправильный ход предположим у вас есть такой джокер вам вам разрешается сделать один один какой-то неправильный ход любой прям вот прям конкретно например сам я конем пойти не так как что там две клетки там ну буквы г вот как это две клетки в одну сторону и по и в другую еще в сторону а можно как-то сделать по другому или самки слоном например перепрыгнуть через пешку как это в шашках делается например но это может сделать лишь один раз вот это ваше это самый козырь какой-то запрещенный прием но сделать это можно один раз вот вы чтобы это сделать вы должны понимать шахматную партию вы должны в ней играть в ней как-то плавать и играя более слабо с помощью такого джокера получить фору и победить вот тогда это работает понимаете ну очень короче зимняя тренировка на улице она к тому и ведется что лично я для себя это мое им хо вы можете спортом как как хотите это ваше дело что я определил для себя работает и что я работаю с учениками работаю я сам следующие вещи мы работаем бокс ногами бьем только ниже колена и высекаем ноги тоже если вдруг какой-то захват сам и не произошел значит работают колени стараемся высоко коленями не лезть это тоже удары прежде всего в живот в пах в бедро но если противника удалось реально согнуть можно и по башке но вверх мы точно не лезем вот это то что касается ударной техники удары головой разумеется да и и вторая как бы тема это элементы борьбы борьбу мы рассматриваем в таком аспекте что амплитудных высоких образков в принципе ну будет скорее всего немного потому что чтобы противника хорошо бросить надо самому укорениться даже если это подхват загрузкой собственной и устойчивость только на одной сам не ноги все равно для того чтобы хорошо запулить по нужной самке траектории нужно довольно быть устойчивым на старте а вот на старте можно поскользнуться опять же для того чтобы какой-то произвести хороший такой сам прием нужно быстро стартануть и быстро стартануть тоже не получится например быстрый проход в ноги для того чтобы показать своим центром тяжести крайне низко довольно трудно сделать на льду. Вот. Поэтому элементы борьбы, ну, конечно, пытаемся сам слэмить, если просто падаешь. То есть, учимся-то выставлять правильно локти, плечо, чтобы упасть на противника достаточно жестко, но без амплитудного самоброска, именно просто при падении. И в партере что? Если вдруг упали, то быстро встать, как правило, не получится, поэтому надо чем-то удивить оппонента. Удивить. Учитывая то, что он очень хорошо зимой защищен одеждой, у него остается открытым голова, вот, и опять же ноги. Вот, собственно говоря, куда можно работать. Поэтому все вот эти различные самбалячки на голову, когда захватывается, когда заводятся пальцы в рот, разрываются щеки, отрываются уши, скручивается нос, захватывается нижняя губа пальцами и все такое прочее. Вот эти вещи работают. Палец в ухо, палец в глаз, пальцы в горло и все такое прочее. И при этом, при всем, что оппонент пытается провести какую-то болячку, удушение. Зимой одежды много, душить удобно. Вот, поэтому нужно понимать, как этому быстро противостоять, чтобы человек, который хорошо борется, этого не сделал. А как это надрабатывать? Надо с кем-то это делать, кто умеет бороться. А кто умеет бороться? Вы что, специально борца себе позовете, который скажет, а давай ты меня будешь сейчас типа душить, а я вот буду тебе там что-то... Нет, ребят, надо обязательно самим это все научиться делать. Может быть, не очень хорошо, но достаточно хорошо, чтобы любого дилетанта запросто задушить. Вот. Или сделать ему болевой. Чтобы вы довольно ловко это все делали и своему товарищу, как говорится, мешали в партере. Вот над чем, собственно, и надо работать. Ну вот. Что-то я смотрю. Я, правда, расположил телефон горизонтально, потому что мне показалось, что вроде эфиры прямые фейсбук уже показывает горизонтально. Но из-за этого, вероятно, я не вижу никаких абсолютно комментариев и ничего другого. Вероятно, это делается только при телефоне в вертикальном положении. Поэтому я потом ваши все комментарии почитаю обязательно. Сам с удовольствием. И отвечу на вопросы, если у вас будут. Вот. Только я вас умоляю, друзья мои, не надо обсуждать меня и говорить, что я в чем-то не разбираюсь. Если у вас иная точка зрения, вы так и пишите. Моя точка зрения там отличается от вашей. Я считаю то-то, то-то и то-то. И все замечательно. И вы будете считать то, что вы хотите. Вот. Это будет крайне корректно, потому что у вас может быть свой опыт, своя практика и так далее. Это вполне нормально и это очень даже хорошо. Я чисто базируюсь на том, что осваиваю лично я. Потому что я в самом начале сказал, почему я считаю, что я могу об этом рассуждать. Потому что вот уже у более чем 12 лет зимой я практически каждый день тренируюсь на улице. Я тренируюсь на улице и тренирую на улице. На мне приходят мои ученики, клиенты на персональный тренинг и так далее. И мы занимаемся. В самых разных погодных условиях. Я прошу прощения за перерывы таких диалогов. Просто, вы сами понимаете, я говорю, дорога это чистый лед. Ситуация довольно самосложная. Машин до хрена. Приходится как-то аккуратничать. Очень. И вот за это время выработалось. А как резюме я говорю, не как резюме, я просто напомню. Тем, кто хочет просто порассуждать на эту тему. А мне писали, я уже тему по поводу бога на льду поднимал где-то год назад. Мне один чувак писал, да, все это фигня, мы работаем там, все ерунда, любые техники работают, любые применяются. Я могу сказать прямо вот четко, конкретно. Человек однозначно не работал ни хрена. Либо, я не знаю, там они песком посыпали или солью что-то. Я просто вот говорю, выйдите на место, где вот просто утоптанный зимник, не посыпанный, не ледом, ничего, а вот утоптанный просто под плотный-плотный снег, по которому ходят люди, на тротуар. Либо на лед такой, буграми который. И просто попробуйте сделать бой с тенью. Я же не говорю про поединок с оппонентом, с такими товарищами. Просто бой с тенью. То есть, когда вам никто не мешает, и вы делаете то, что вы хотите. Да вы охренеете от того, как у вас вообще получаться ничего не будет. Или повесьте мешок где-нибудь на сука, а под ним, чтобы был лед. И просто поработайте по мешку. Да вы, чем сильнее вы мешок будете бить, это при том, при всем, что вы будете по нему все время попадать. Потому что этот мешок, он деться никуда не может. Вы будете ездить около него, черти знает как. А прикиньте, что если этот мешок будет динамичным, ну или это будет просто самый товарищ, который в один раз вы по нему попали, и на него, скажем так, затормозили. А другой раз вы по нему не попали, а просто промахнулись. Чем вы сильнее били, тем вы там улетели сильнее. Не работает. Нет. Вот насчет этого я точно знаю. Почему? Потому что много лет этим занимаюсь. Ну а ваша точка зрения мне интересна. Правда, я бы вот что хотел. Я свою точку зрения могу подкрепить видео. У меня есть видео, снятое и бой с тенью на льду, и работа на снарядах, и на макеваре работа на льду. Вот. Есть. Покажите ваше видео. Я хочу сказать, на моих видео сразу видно, что сильно, мощно, в длинных стойках работать не получается. Хотя у меня, скажем так, бэкграунд достаточно хороший. В боевых искусствах самых разных. И в традиционном каратэ я больше 30 лет. В общем, пятый дан. В традиционном каратэ именно. И боксом я занимаюсь еще дольше. Ну, в борьбе у меня меньше, конечно. Ну, лет 10, может, от силы. Вот так вот. Я... Причем это, в том числе, все это время я занимался и на улице. Я могу очень конкретно судить, что из техники каратэ традиционного работает на льду, а что не работает. Что из бокса работает, что не работает. Что из тайского бокса работает, что не работает. Я могу видео показать. Если у вас иное мнение, покажите ваше видео. Я хочу, посмотрел, и очень бы хотел посмотреть на тех, кто скажет, да мы на льду там, на голом, спокойно работаем в обычной обуви, в которой просто по жизни ходим. И у нас все то же самое получается, что и в спортивном зале на татаме босиком. Все. Прям вот точно так же. В таких же длинных стойках, с такой же скоростью, все отлично получается. Все. Я скажу, да, друзья, я вижу ваше видео. Это просто я не умею лично. Есть мне над чем работать, поучиться. И очень попрошу вас рассказать о методиках работы, которые вы используете, чтобы это получилось. Вот это будет просто интересно. Я скажу вам откровенно и честно. Я не упертый какой-то самдебилоид, который, как многие, извините меня, пожалуйста, я же не про всех говорю, сатрадиционщики и ортодоксы, которые иногда просто не могут аргументировать свою точку самозрения, потому что они не могут ее никак просто подтвердить. Ни на практике, ни на чем-то еще он говорит. Не, ну мы все равно будем делать так, потому что так делали там наши предки, наши ортодоксы, которые на самом деле жили в другой климатической местности, в другом совершенно, что там это, широте. У них никогда не было ни зимы, ни льда, ни хрена, ничего. Ходили они совершенно по-другому. Образ жизни у них совсем был иной. Ходили они полуголыми в одних, каких-то самих рубашках, или с голым торсом. Но мы все равно будем даже зимой, когда в фуфайке перед нами человек стоит, делать так, как делали наши предки, потому что им было виднее. Они все знали, они все предвидели, их архаты научили. Архаты знали все, потому что для них климат сам не важен, они на небе живут, для них есть универсальная система боя, которая не будет работать даже на Марсе. Или даже на Луне, где гравитация другая. Все равно будет все точно так же. Ни хрена не будет точно так же. Попробуйте подраться, прыгая на батуте. Вот оба прыгаете друг к другу на батуте и попробуйте подраться. Или попробуйте подлетать в воздух, другую удары наносить и все такое прочее. Или попробуйте подраться в воде, где другая сила сопротивления внешней среды. И так далее. Все любые мельчайшие аспекты вносят огромные корректировки в ту технику, которая привычна для вас в спортивном зале или на удобном каком-то пространстве. Вот так. Ну все, друзья, на самом деле я закончил. Получился эфир очень длинный. Не знаю, придется, видимо, его на куски порезать. Вот. Но он будет обязательно на Ютубе целиком и по кускам, возможно. И жду ваших обязательно комментариев. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok